Всем привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Сергей Хоббит, и у нас сегодня продолжение ролика, посвященного кардинальным переменам имиджа музыкантов. В прошлый раз мы поговорили о Фредди Дёрсте из Иван Васильевич Мемед Профессию, о Мэрли Мэнсоне, еще дофига о ком, но сегодня у нас тоже очень сильный и крутой список. Если честно, я даже не знаю, какой из них сильнее, мне кажется, в этот раз еще круче будет. Поэтому садитесь поудобнее и готовьтесь ко всему. Это вторая часть кардинальных перемен имиджа музыкантов. Погнали! Перед тем, как начать, я напомню, что вы можете подписаться на мой инстаграм. Я вас буду очень рад видеть во всех своих соцсетях, там тоже много всего интересного. Спасибо тем, кто уже подписался. С чего бы сегодня начать? Давайте с того, кто реально близок нашему с вами российскому сердцу. Зовут этого парня Сергей Михалок из группы Ляпи Струбецкой. Вот уж кто реальный имидж по полной поменял. Раньше был алкаш и торчок, а теперь боксер и качок. Лучше, чем сам Михалок, никто о нем не скажет. Во время первого рассвета творчества группы Ляпи Струбецкой Михалок дошел до веса в 115 килограмм. Постоянно бухал, питался фастфудом и морально разлагался. В принципе, это все было в тему старых треков группы Ляпи Струбецкой, которая успешно работала по корпоративам с песнями Евпатория, Ау-Ау, В платье белом и так далее. По словам Михалка, в те годы он потерял силы для борьбы и набрал лишний вес. Ему ничего не хотелось делать, и он просто отыгрывал имидж вульгарного вечно пьяного алкаша. В какой-то момент Михалка перекрыло, возможно и правда врачи сказали, что уже хорош, и он начал менять режим, правильно питаться и заниматься силовыми тренировками. Понятное дело, это был движ в стиле толстый Рокки Бальбова возвращается в строй, но Михалок справился, хотя и множество раз срывался. В итоге к силовым добавился бокс, бег и еще дофига разных упражнений. И вот группа Ляпис Трубецкой восстала из пепла с альбомом Капитал и обновленным Михалком. В какой-то момент второй жизни группы Ляпис Трубецкой Михалок превратился в мощнейшую звезду UFC и выступал на концертах исключительно по пояс голым, показывая свои кубики. От длинных волос он, кстати, тоже отказался, так что смена имиджа свершилась максимально. Каким бы Михалок ни был, чем бы он сейчас ни занимался, этот человек реально заслуживает уважения за то, что смог так сильно поменяться и вдохнуть новую жизнь в Ляписов. Кстати, вы сейчас слушаете его творчество? Напишите в комментариях. Уверен, среди вас множество поклонников группы My Chemical Romance. Да их есть за что любить. Столько они крутых синглов, клипов и альбомов выпустили. Black Parade, клип Хелена. Да там целый список самых крутых клипов, которые я смотрел в своей жизни. Это очень круто. До сих пор пересматриваю их с большой радостью и мечтал попасть на концерт год назад, который так и не состоялся. В нулевые Джерард Уэй был реально очень стильным челом. Но, возможно, многие из вас не знают, как он выглядит сейчас. Об этом-то мы и поговорим. Для начала хочу заметить, что Джерард Уэй большой поклонник Дэвида Боуи и, скорее всего, Мэнсона. Но с ним у него терки были, поэтому не думаю, что Джерард когда-нибудь это признает. Имидж для всех альбомов My Chemical Romance Уэй разрабатывал сам. А это, я напомню, были такие образы, как готический вампир, главный по черному параду и Killjoy. Позже в своем сольнике Джерард Уэй превратился в настоящего пришельца с Марса, как Дэвид Боуи, собственно. Короче, имиджи менялись. Джерард отлично выглядел, пока занимался музыкой. Но есть у него с детства еще одно увлечение – комиксы. И в какой-то момент он посвятил себя созданию этих самых комиксов. Написал знаменитую Академию Умбрелла, по которой на Netflix выходит сериал, Killjoy'ов и несколько комиксов для DC. В этом амплуа его, кстати, очень котируют издатели и фанаты. Ну, правда, у Джерарда в голове всегда было множество миров, а теперь он решил реализовать их в комиксах. Вот только выглядеть он стал, как и подобает взрослому американскому гику. Полный, бородатый Джерард с длинными немытыми волосами. Серьезный противовес тому же Блэк Парейдо, согласитесь. Причем я даже не думаю его за это осуждать. Я сам был жердяем, и жердяй – это круто. Главное, чтобы Джерард чувствовал себя комфортно. А то, как он выглядит сейчас, по сути, значения не имеет. Еще одним центровым уморем из 2007-го был вокалист группы Афи Дэви Хэвок. Все, кто смотрели телеканал Иван в те годы, знают его как свои пять пальцев. Перемены имиджа у Афи происходили постоянно. Начну с того, что с 1990-х они фигачили хардкор-панк, причем довольно жесткий. По сути, вокалист Дэви Хэвок уже тогда тяготел к готическому имиджу. Но музло группы все еще было довольно андеграундным. Серьезная перемена в имиджа и музыке Афи произошла на альбоме The Art of Drowning, который занял в чарте Билборд 174-ю позицию. Эволюция Дэви группы достигла пика на альбоме December Underground в 2006-м, все треки из которого многие имари знают наизусть, как и образ вокалиста группы Афи. В те годы они упарвались по эмо-культуре и играли уже не хардкор-панк, а эмо-рок, что в целом только добавило им популярности. Казалось бы, Дэви нашел себя, музыка группы стала продаваться миллионами тиражами, сам он смотрелся как эмарь, но к 2021 году он опять изменился. В отличие от Джареда Уэй он не потолстел, и все еще выглядит очень круто. Может потому, что он является веганом, но от образа готического эмо-принца он, конечно, ушел навсегда. Хотя, может, наряжается в него дома периодически. Еще один музыкант, который заслуживает нашего внимания в этом конкретно ролике, Джаред Лето. Конечно, 30 секунд до Марса уже не так популярно, как раньше, но этот мужик реально настолько всего пошел, чтобы стать известным, даже страшно. Уверен, кто-то написал мне в комментариях, да ты чё, 30 секунд до Марса самая популярная группа в мире? Ну, на самом деле, это, конечно, уже не времена альбома This is War. Уточню для справки, Джаред Лето не только музыкант, но еще и актер, поэтому перемены в его имидже максимально логичны. Скажем, для того, чтобы сыграть в кино убийцу Джона Леннона Марка Чепмана, он набрал 30 килограмм. Постоянно ел высококалорийную пищу, мороженое, макароны, дофига разных булок, и мне кажется, ему тогда было максимально кайфово. Когда Джаред Лето мог позволить себе так растолстеть? У него это, кстати, отлично получилось, жаль, что фильм в итоге провалился, и пришлось ему, блин, худеть. Еще будучи толстым омарем, Джаред засветился в клипе The Kill группы 30 секунд до Марса, который характерно отличается от того же Beautiful Lie. Позже Джаред еще раз устроил себе хардкорную перемену имиджа, сыграв умирающего от спида трансгендера. По его словам, для этой роли он просто перестал есть и похудел на 52 килограмма. После такой жесткой манипуляции у него опустились органы, и чувствовал себя максимально некруто. Конечно, потом он набрал свои 72 килограмма, и теперь выглядит вот так. Больше не имарь, не толстяк и не экстремально худой. Джаред точно знает толк в кардинальных переменах имиджа ради своей карьеры. Я не знаю, как так вышло, но сегодня у нас целый список состоящих из бывших имарей. Ну ладно, может быть Михалок, только не имарь, хотя если в старые добрые года он бы покрасил челку и волосы, то, наверное, точно бы стал имарем, очень был похож на него. Но сейчас мы поговорим о главном женском краше нулевых, и, конечно, парне, которого всегда все путали с девочкой. Это Билл Каулиц. Сказать, что немецкая группа Tokyo Hotel была популярной в 2007-м, ничего не сказать. Я помню, когда работал на телеканале Иван, у нас в ротации всегда считались популярными две группы, Sleep Note и Tokyo Hotel. Без Линкенпарк, Корнов и ТД тоже никуда, но эти прям просто рвали все. У нас даже текстовые битвы в чате между их фанатами происходили. Мне кажется, все девочки мира обклеивали свои комнаты постерами братьев Каулиц, а мужики пытались понять, что это за девчонка там поет. Когда группа приехала в Россию, это был настоящий фурор. Тысячи подростков скупили все билеты в Олимпийский, которого, кстати, и нет уже. Со временем популярность Tokyo Hotel сильно упала, как и у многих мальчаковых бендов. Возможно, поэтому Билл Каулиц перестал быть рабом своей внешности и решил поменять имидж. Он срезал волосы, подкачался, отрастил бороду и покрасился в блондина. Набил себе кучу татух и носит короткую стрижку. Но у Билла, как и у мразиши, периодически бывают бзики. То он в платье женской нарядится, то в какие-то брюки. Хорошо, хоть мышцы себе искусственные не сделал. Думаю, надо уважить классиков и упомянуть великого Дэвида Боуи, который множество раз менял имидж. Понятное дело, что это все как бы специально для альбомов было сделано, но все равно о таком великом человеке нужно по-любому упомянуть. Сколько раз Дэвид Боуи за всю жизнь поменял имидж, страшно даже представить. Хотя начиналось все довольно спокойно. Свитера, джинсы, рубашки. Никто бы не подумал, что этот парень когда-нибудь станет всемирно известной звездой. Основные перемены имиджа Боуи случились в 70-х. Время тогда такое было. Он начал выступать ярким макияжем и рыжими волосами в не менее ярких шмотках. Но Боуи никогда не стоял на месте, его имидж мог меняться от женственного до брутального, или классического серьезного. Основой его образа всегда были фантастические темы. Его подход к музыке часто сравнивали с фильмами, и это позже сыграло ему на руку. Дэвид появился в нескольких культовых фильмах, скажем, в «Лабиринте». Думаю, многие из вас его смотрели. А вообще, кем бы ни был Дэвид Боуи, Зиги Стардастом, или парнем в свитере, который ходит по Нью-Йорку вместе с Трентом Резнером, он навсегда останется в умах миллионов, как великий музыкант-актер, который подарил миру столько прекрасного. По какой-то мне неизвестной причине, вокалисты хэви-метал и пан-групп любят менять пол. То есть, правда, у меня есть сразу несколько примеров. Кейт Капута из «Лайф из Эгони» и Томас Гейбл из «Агейнст Ми». О них там и сейчас поговорим. Есть такая группа из Нью-Йорка «Лайф оф Эгони». Возможно, вы даже слышали их творчество. Вокалистом и клавишником в ней был Кейт Капута. В 2011 году он заявил, что больше не Кейт, теперь его зовут Мина, и он трансгендерная женщина. И это трансформация, которой Кейт мечтал всю жизнь. Вот это, конечно, верх смены имиджа, скажешь ты. Так же подумали и музыканты «Лайф оф Эгони», когда узнали о том, что их вокалист трансгендер. По их словам, у них был шок. Понадобилось много времени, чтобы всем разобраться в себе и начать снова писать музыку. Новый альбом «A Place with No More Pain» вышел спустя 6 лет. Но всё-таки вышел, что, наверное, порадовало фэнов группы. Ещё одной такой переменной в имидже славится вокалист и основатель пан-группы «Агейнст Ми» Томас Гейбл, который в один момент решил стать женщиной. Случилось это в 2012-м, через год после Кейта Капута. Томас дал интервью американскому «Роллинг Стоун», в котором он рассказал о готовящейся операции по смене пола. По его словам, теперь его будут звать Лора Джейс Грейс. И с этого момента у них в семье две матери. Ну, типа, он одна из них. Они вместе с своей женой растят дочку. Музыканты «Гейнст Ми» офигели, как и вы. В итоге, кстати, музло группы делает до сих пор. Но из оригинального состава остался лишь Томас. Простите, Лора. И гитарист. Напишите, если слышали их новое творчество. Нужно добавить в список женщину. В смысле, настоящую женщину. А то без женщин как-то грустно. И пускай это будет Шинетто Коннор. Который тоже мастерицей производить впечатление смены имиджа. Если вдруг не знаете Шинетто Коннор, я вам вкратце о ней расскажу. Певица родилась в Ирландии, начала петь в 18 лет и записала кучу крутых синглов и альбомов. Получив даже Грэмми за второй альбом «I do not want what I haven't got». Но она отказалась от награды, утверждая, что вручение Грэмми сплошной обман. Такая вот она. Под народную ирландскую песню «Foggy Dew» в исполнении Шинетт выходит на ринг Коннор Макгрегор. И вообще можно долго перечислять ее регалии, а также упоротые моменты. В какой-то момент Шинетт решила поменять имидж и постриглась на лосо, объяснив это нежеланием отвлекать слушателей от музыки, своей внешностью. И у нее в итоге получилось перестать всех отвлекать. В какой-то момент Шинетт изменилась настолько сильно, что ее было просто не узнать. Вот фото во время ее приезда в Санкт-Петербург. Оцените масштаб изменений. Позже она, кстати, призналась, что борется с психическим заболеванием. А в июне 2021 года заявила в Твиттере, что она стала старой и больше не хочет заниматься музыкой. Будем надеяться, что она передумает. Ну и справится со всеми своими заболеваниями. Думаю, каждый из вас хоть раз слышал группу «Эскинг Александри» и знает, что у них на вокале сначала был чувак по имени Дэнни Уорсноб, также известный в народе как Бомж. Почему его зовут Бомж? Ну, конечно же, из-за кардинальных перемен в образе жизни и внешности, конечно. Как раз то, что нам нужно. Давайте идем поговорим. Дэнни Уорсноб – вокалист реально хороший, и на самом деле многие фэны расстроились, когда он покинул группу. Потому что все помнили дебютник «Эскингов» «Стендап энд скрим» и молодого горячего Уорсноба, который отлично пел и максимально угорал на сцене. Но успех этого альбома и последующие туры группы сильно вскружили ему голову. Дэнни Уорсноб начал много бухать, тусить со шлюхами и жиреть, обрастая длинными волосами. В какой-то момент Дэнни стал похож на бомжа, который постоянно был пьяным. Последней точкой «Эскинг Александрия» был концерт в Сиэтле. Во время него Дэнни был в такое говно, что просто не мог не то что петь, но и двух слов связать. И всех посылал на три буквы. После этого концерта стало понятно, что ему скоро вилы. Уорсноб, конечно, извинился и заявил, что хочет пройти реабилитацию и избавиться от пагубных зависимостей. И даже ее прошел. Но в итоге в 2015-м, после череды каких-то мероприятий, покинул Эскинг Александрия, и все думали, что навсегда. Но не так давно он вернулся в ее состав снова. Короче, жизнь у него максимально насыщенная. Жалко, что он так и не выпустил свою автобиографию под названием «I am insane». Думаю, там приколов не меньше, чем у Мотли Крю. Ну и вот вам еще раз для сравнения, да не в начале пути и да не сейчас. Солидные перемены, не так ли? Вот такой вот список получился. Понятное дело, тут еще поле непаханное смены имиджа музыкантов, поэтому можно сделать и еще не один ролик. Пишите в комментариях, о ком я забыл. И, конечно, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Подписывайтесь, конечно, на мой инстаграм, который я вам пиарю уже в каждом выпуске буквально. И смотрите другие ролики здесь, на моем канале. Меня зовут Сергей Хоббит. Увидимся, друзья. Удачи вам! Субтитры подогнал «Симон»!